И всех приветствую на своем канале Ньфам и Тюньфам, и с вами Лена. В этом видео мы вместе с вами будем делать очень вкусное и в то же время полезное блюдо, которое называется гуакамоле. Когда-то я уже вставляла свой рецепт, но в этот раз я решила его лучше сделать вам лучшее видео, лучшего качества. Могу вам только сказать, кто бы ни приходил ко мне в гости, каждый раз мне задают один и тот же вопрос. Что я туда такого добавляю, что это блюдо становится еще более вкусным и ароматным? У меня есть свои секреты, с которыми я с вами упаду. Первым делом надо выбрать авокадо. Его внимательно обсматриваем, чтобы не было никаких порч. Затем мы пальчиком пытаемся надавить. Авокадо должно быть мягким, но палец не должен проваливаться, иначе авокадо будет испорченным. Если все эти критерии подходят, то авокадо можно брать. В разрезе оно у вас будет вот таким вот спелым, красивым и ярко-зеленым. Проводим ножом вдоль плода, затем мы его выкручиваем, так как там большая косточка, и нам будет намного легче ее извлечь, ну и саму мякоть, конечно же. Следующим этапом нам понадобится ступка. Но если у вас нет ступки, конечно же ничего страшного, просто берите обыкновенный сосуд и вилку. При помощи большой ложки извлекаем мякоть из авокадо. Обратите внимание, что с кожурой мы ничего не делаем, ее нельзя и потреблять в пищу. Мякоть разминаем в ступке, или с помощью вилки какой-нибудь пиалки. Только не пересердствуйте, так как у нас должно получиться пыре, но с кусочками, так намного вкуснее. Из двух авокадо у меня получилось вот такое вот количество. Чтобы авокадо не потемнело, его всегда поливают лимонным соком. Я возьму половинку лимона и проткну его вот так вот ножом, так сок будет еще лучше протекать. Из этой половинки я буду использовать примерно четверть самого лимона, иначе будет слишком кисло. Все аккуратно перемешиваем, затем делаю деды чесноком. Я выбрала вот такой вот молоденький чеснок, все-таки лето этим надо пользоваться. В нем намного больше витамин и он более мягкий. Всего лишь понадобится нам один зубчик, его мы раздавливаем через чеснодавилку. В нашу массу мелко нарезаем зеленый лук и помидоры. Что ж, ну а теперь готовьте к моим секретам. Я улучшаю вкус этого блюда с помощью душистой травки. В этот раз я взяла, например, зеленую кинзу, которая растет у меня на балконе. Помимо кинзы, или вместо кинзы можно взять базилик, или руколу, или даже петрушку, что вам угодно. А вот и второй мой секрет. Пряность улучшит любое блюдо, и гуакамоле это не исключение. Поэтому помимо соли и черного перца, я также туда добавляю другие специи. Например, как чили. Мой даже семечками. Туда можно добавлять как свежий чили, так и молотый. Помимо всего, в блюдо я также кладу корицу. Да, не удивляйтесь, именно корица добавит любому блюду экзотическую нотку. Следующий мастхэв моих блюд это мускатный орех. Он делает блюдо еще более душистым. Наше блюдо уже практически готово. Осталось добавить всего лишь столовую ложку оливкового масла и все снова перемешать. А еще я люблю украшать гуакамоле с помощью салатных листьев. Так блюдо выглядит еще более нарядным. Я желаю вам приятного аппетита. Это блюдо едят с хлебом или с чипсами. Надеюсь, что видео вам понравилось. Если да, то ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на мой канал, если вы этого еще не делали. А я вам оставляю всевозможные ссылки на мои рецепты. Огромное спасибо вам за внимание и до следующих встреч. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok